С городом Радио Болтком Внезапно возникшие и забытые компании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка На Радио Болтком Подоплёка Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня мы возвращаемся к напечатанным Была такая раньше рубрика в советской прессе Которая изучала, боролась с проблемами Вмешивалась в них и даже их решала Иногда говорили, что газетой можно человека прихлопнуть Сегодня мы возвращаемся к теме АБЛВ И работы с иностранными инвесторами И у нас на прямой связи по скайпу Сегодня Евгений Боровский Это руководитель компании Петрахим International Careers Которая работает во многих странах Это международная фирма Но в том числе у неё была фактически холдинговая структура Холдинговый центр в Латвии Через который шли, соответственно, транзакции В различные страны мира, с которыми фирма работает И вот как раз по одной из таких транзакций По делу АБЛВ Были задержаны средства Это произошло 4 года назад И вот 4 года международный инвестор пытается доказать, что средства были задержаны незаконно Представляет кипы документов, международные аудиты Абсолютно чистую прозрачную деятельность Подтверждённую не просто какими-то денежными переводами Но и товарными отгрузками Которые прошли по железной дороге Которые прошли через международные границы и так далее Однако ничего это не помогает И следствие уже 4 года стоит на той же точке, на которой оно стартовало И ничего не происходит При этом Латвия декларирует, что она хотела бы быть привлекательной для международных инвестиций Она хотела бы привлекать сюда бизнес с высокой добавленной стоимостью И вот возникает такой парадокс, который мы сегодня попытаемся с Евгением снова осветить И приглашаем радиослушателей тоже поучаствовать в этом разговоре Поскольку я думаю, что многие из наших радиослушателей Ну или лично столкнулись с последствиями так называемой банковской чистки Или слышали об этом Или предприятия, на которых они работали, пострадали от этого Несмотря на то, что это латвийские предприятия Не какие-то там офшоры, а вполне серьезные организации Которые работают здесь в Латвии Которые выплачивают зарплату Платят многотысячные налоги Однако ничто это не является основанием для того, чтобы государство относилось к ним бережно Добрый день, Евгений Здравствуйте Итак, 10 месяцев назад мы впервые на радио «Болтком» осветили тему вот такого, ну можно так сказать, беспредела с делом о БЛВ Потому что действительно многие миллионы, так сказать, денег иностранных предприятий, международных компаний Зависли в этом банке И вот сегодня, как мы с вами уже обсуждали до эфира Возникла ситуация, когда латвийские правоохранительные органы фактически не могут переварить эти замороженные суммы Не могут двинуться ни вперед, ни назад Не признать как-то свою, ну как бы неосмотрительность или свою, ну несправедливость этих претензий, которые были выдвинуты Либо передать дела в суд Четыре года это все-таки очень большой срок для международного бизнеса И в особенности с учетом того, что сейчас у нас пандемия У всех сложная ситуация в бизнесе, оборотные средства очень нужны И вот в этих условиях деньги просто маринуют в этом банке К которому, собственно говоря, и к его руководителям выдвигаемые претензии тоже не подтвердились Ну, вот как вам видится эта ситуация и есть ли у вас какие-то надежды, что она в какое-то обозримое время разрешится? Вы знаете, ситуацию нужно рассматривать, наверное, сразу в контексте того, что, ну, во-первых, наш мини-кейс Для нас он кейс, назовем так Это не что-то отдельно взятое Это общая ситуация, которая сложилась с вот этим вот печально известным АБ-ЛВ-банком То есть сегодня, насколько я понимаю, на сегодняшний день Насколько я это знаю, значит, выплаты не осуществляются практически ни одному юридическому лицу Чьи деньги заморожены в АБ-банке Вроде бы, не якобы, а вроде бы, и это довольно точно Начались некие выплаты физическим лицам, чьи деньги там были заморожены Вдумайтесь сразу в важный момент и важный аспект Физическое лицо, допустим, которое является гражданином Латвии Или имеет вид на жительство в Латвии, право проживания в Латвии Получает, например, какие-то средства на свой личный счет в АБ-банке Эта ситуация для проверки и для аудита элементарная Она может быть осуществлена в течение, ну давайте так, возьмем, ну два месяца Хотя, с точки зрения эффективности, это 10 дней и все, и можно возвращать людям деньги Но только сейчас начинаются выплаты физическим лицам, чьи деньги были заморожены в АБ-банке Подчеркиваю, с точки зрения сроков, это не просто неадекватно Ну, я не знаю, это преступно, если хотите, да Потому что осуществлено какое-то, значит, поправление прав в отношении имущества другого лица Физического, либо юридического Пошел, я поправлю, наверное, не 4 года, а 4 года 3,5 года прошло И процесс, ну он не просто медленно движется Он преступно медленно движется, вы правильно сказали В наше время, когда у нас в связи с ковидом тяжелейшая ситуация в экономике Значит, тяжелейшая ситуация в связи с разрывами многих связей и отношений Я вам скажу больше того На сегодняшний день действительно Компании многие, вот которые работают в нашем секторе Катастрофически нуждаются в оборотных средствах Потому что многие продукты Нефтепродукты, я имею ввиду Особенно нишевые, которыми занимается наша компания Они существенно поднялись в цене То есть С разницей к предыдущему какому-то периоду В 3, а то и в 4 раза То есть Надо понимать, что если, например, парафиново-стиловая продукция Или, допустим, базовые нефтяные масла В недавнем прошлом стоили 400-500 евро тонна То сегодня стоимость этих продуктов От 1000 до 2000 евро тонна То есть Компании, которые занимаются и находятся в реальном секторе экономики И осуществляют деятельность, значит, трейдинговую С точки зрения Трейдинговую деятельность, прошу прощения Они Уже Мы видим волну, которая Пошла и Компании обращаются активно к банкам За помощью За кредитование Разного рода Финансовых инструментов Но в то же время, на фоне всего этого Мы имеем вот эту вот ситуацию с АБ-банком Вы знаете Меня часто посещают в этой связи Следующие Ну Я не знаю, кто принимал решения по этому банку По АБ-банку в Латвии Я не знаю Я не Аплитики Не связан с какими-то там Государственными или политическими кругами Более того, для нашей компании Это жесткое противопоказание Мы считаем для себя токсичным Соприкосновение с любыми государственными органами Любых стран, где мы работаем Ну, это потому, что Ничего хорошего в нашем понимании Это никогда не влекло Истории всех компаний Которые находятся на наших глазах Так вот, я не связан с этими кругами Но то, что я вижу и понимаю Существовал национальный бизнес Латвийский И це вот этого АБ-банка Он работал в определенных правилах Которые существовали на тот момент Латвийские правоохранительные органы Контролирующие органы Контролировали и правоохраняли И так далее, и так далее А все, что происходило вокруг этого банка В том числе и контролировали Клиентов этого банка Мониторили этих клиентов В какой-то момент Американские коллеги Вышли с такими-то инициативами Им не понравился этот национальный бизнес В Латвии И, значит, выказали некие претензии К действиям, которые осуществляются в этом банке И вот здесь для меня Большая загадка Что произошло дальше То есть, ну, вы меня простите Если бы это был какой-то там Банк с американским капиталом На территории Латвии Ну, понятно, да Это латвийский банк с латвийским капиталом Щелкаются пальцы И практически в течение нескольких дней Очень серьезный финансовый инструмент Латвии перестает существовать Если менеджмент, который принимал решения По этому поводу Просчитывал последствия А он обязан был Менеджмент, я имею в виду государство Который Он был обязан Просчитывать Последствия этого шага Иначе, ну, извините, ребята Вы не на своем месте Но если вы просчитывали последствия Вы должны были сразу перед коллегами Поставить вопрос На мой взгляд Подчеркиваю, это мои мысли Мой субъективный взгляд А вы предоставите нам инфраструктуру Оперативной, эффективной проверки Клиентов этого банка Объективной, оперативной И это не превратилось Вот в этот триллер, который мы видим Этот вопрос, так я понимаю Не то, что не был поднят Но он даже никому, наверное, и в голову не пришел Я слышал какие-то слухи Что там были какие-то приезды Каких-то структур Засветившиеся ранее Там где-то и в Молдавии Еще где-то от американской стороны Но для этого стуками и остается Далее Коль, как говорится, инфраструктура В этом случае предоставлена Не было Тогда нужно трезво оценить Возможности Правоохранительной контролирующей системы Латвии В этой части Вы меня извините Четвертый год И то, что мы видим Своими глазами Это абсолютно неадекватно То есть Вы абсолютно правильно сказали Мы бегаем Со своими документами По всем Значит Коридорам Я говорю Мы Это наши юристы Бегают По всем коридорам Значит Правоохранительных органов Я имею ввиду Там суды Эти прокуратуры Какие-то специализированные Следствия Аудиторы Прочее Прочее С одной лишь просьбой Товарищи Посмотрите Пожалуйста Но мы же не При всем уважении К многим коллегам Чьи деньги там зависли Еще раз подчеркиваю При всем уважении Наша Ситуация Она Проста Мы резидент Латвии Мы Аудитированная компания Наши сделки Они открыты Ну и Структура Собственников Компаний Открыта И прозрачна Это сделки Товарные Сейчас у нас Пошла Мода На Айти Индустрию Опять же При всем уважении К коллегам Ну Мне хочется понять А как вы тогда Оцениваете Вот эти все Айти Бизнесы Когда Бизнес происходит На коленке В айпаде В компьютере В самолете Или где-то Если вы Товарные сделки Не можете Аудитировать И оценить Три с половиной Года И вот Здесь Проблема Что на самом деле Мы становимся Свидетелями Того Что Контролирующая Система В Латвии Она попала В некий Коллапс Они не в состоянии Осуществить Проверочные Действия Причем Вы знаете Ну в нашей Ситуации Я привел Пример Физические лица Это Элементарно Юридические Лица Латвии Это Ну чуть Сложнее Но тоже Не Бог весь Что А что Вы будете Делать С теми Офшорами У которых Грубо говоря Там Я не знаю Знаете Есть Офшор У того Офшора Еще По Офшора Собственники Там Теряются Следы И так Далее Непонятные Проводки Это Это Не значит Что Они Нелегальны Или Они Нарушают Закон Да Надо Доказать Нет Это Абсолютно Может быть Абсолютно Легальная Деятельность Но Как Вы Будете Ее Проверять Хорошо Мы Начали Разговор Сейчас О Ситуации С С Евгением Боровским Это Руководитель Компании Петрахим Интернешнл Карьерс Буквально На Две Минутки Прервемся На Рекламную Паузу Не Переключайтесь И Ждем Ваших Звонков В студии Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Получить Средства Которые Заморожены Были В банке АПЛВ У нас Есть звонки Телефоны В студии 672-12-93-9 672-13-93-9 И давайте Мы послушаем Что наши Радиослушатели Хотят У нас Спросить Добрый день Говорите Добрый день Ну Может Не спросить А все Таки Как бы Немножко Как Прошлое Ну Действительно Человек Вот говорит Как это Должно Быть К сожалению Мы же знаем Какое время Это все Произошло Когда министр Финансов Была наша Знаменитая Шахматистка Когда у власти Вообще Премьер Был Это Зеленые Крестьяне Чемпионы Добрых дел Как они себя Назвали Да Наделали Вот Добрые дела То есть Не знаю Чем она Американцы Свистнули Американцы Как бы Стало Жаль Что Их Доллар Долларами Зарабатывает Латвия Ну Наш Министр Финансов И там Другие Службы Которые Задействованы Ну Наверное Простите Шахматистка Не шахматистка Но мозгов Нет Вот И вот Они сделали То что сделали Нажимали Там На ФКТК Как сказать Известно Этого путны Сняли Так сказать Обвинили Что он Ничего Не смотрел Поставили Такую Знутанью Сейчас Которая Тоже Властная Дама И вот Тут Такие Логика Здесь не работает Здесь вот Такие Иллюзии И как От них Избавиться Ну Хоть бы Этот Карен Забрал Их Все Спасибо вам Ну Я думаю Что дело Не в Конкретных Людях Шахматистка Сейчас Прекрасно Подвизается Международная Федерация Шахмат Вместе С Аркадием Дворковичем Да И что-то Ничто И не Мешает В общем-то Быть Под началом Вице-премьера Российской Федерации Но Дело Опять-таки Не в этом А в том Что существуют Какие-то Ну Процессуальные Нормы Существует Закон Существует Ну Какой-то Порядок Рассмотрения Дел Ну Собственно Говоря В данном Случае Как я Понимаю Даже Никакого Дела Не возбуждено Никакого Статуса Не присвоено А просто Вот ситуация Маринуется Да И Фактически Обладая Презупцией Невиновности Вот Ваша Компания Евгений Оказывается Пострадавшей В данной Ситуации Да Она Несет Финансовые Потери И Фактически Что в этой Ситуации Можно Ну Инкриминировать Допустим Латвийскому Государству Ну Условно Международном Суде Вы знаете Я Немножко Вставлю Ремарку Все Вот эти Средства Не наши Только лишь А многие Многие Все Просуды Которые Заморожены Они Заморожены По каким-то Таким Знаете Формальным Или даже Неформальным Порой Я не знаю Удивительным И абсурдным Каким-то Сигналом Вот этой Финансовой Разведки В нашем Случае В конкретном Да Один из наших Контрагентов Которого Они Прекрасно Знают Кто это Что это Мы знаем Это компания Которая торгует Тоже нефтепродуктами В сторону Украины У нас Прямо В постановлении Указано Кто Кого Они видят За этой Компанией И так далее В их Понимании Та Компания Она Не показала Как это Сказать Правильно Сейчас Процитирую Даже Проводилось Средства Неизвестного Происхождения Вот Я просто Перевоз Латвийского Языка У той Компании Использовались Средства Внимание Неизвестного Происхождения Ну Хорошо У той Компании Какие Другие Партнеры У нас Огромное Количество Партнеров У той Компании Средства Неизвестного Происхождения Задайте Задайте Пожалуйста Вопросы Этой Компании Я уверен Они Уже Давным-давно Прокомментировали Происхождение Собственных Средств Но Даже Это Не главное Простите Наши Сделки Они Абсолютно С точки Зрения Происхождения Прозрачны То есть Мы Купили Мы Получили Деньги Мы Поставили Нефтепродукты Точка В балансе Все это Отображено Налоги Латвийскому Государству Плачен Что Непонятно Здесь У той Или Уной Компании Это Очень Просто Заявить Средства Неизвестного Происхождения С такой Формулировкой Я думаю Можно До Второго Пришествия Проводить Проверки Что Неизвестного Неизвестного Происхождения А Недавно Мы Получили Ответ Просто Наши Юристы Постоянно Работают С этими Структурами И мы Обжалуем Обжалуем Решения Определенные Значит Так вот Именно По этому Поводу Который Обозвучил В отношении Той Компании Возбуждено Некое Дело По Этим Неизвестным Деньгам Причем Здесь Мы Совершенно Непонятно Мы Один из Многих Партнеров Они Один из Многих Партнеров В нашей Деятельности Деятельность Абсолютно Естественная Мы Занимаемся Именно Нефтепродуктами Они Занимаются Нефтепродуктами И так далее Совершенно Неясно Какие Могут Быть Вопросы Но Мы Говорим Всем Структурам Наши юристы Говорят Обратите Пожалуйста Внимание Вот же Наши документы Они В оригиналах Либо Заверенных Копиях А нам Знаете Отвечают Этого Недостаточно Чтобы Понять Что Понять Неясно А что Должно Быть Еще Достаточно Я хочу Подчеркнуть Евгения Я хочу Подчеркнуть Что Документы Которые Вы Предъявили Это Не просто Финансовые Проводки Это Товарно Транспортные Документы Которые Подтверждают Движение Больших Масс Груза То есть Это Вагоны Которые Пересекают Границы Государственные Которые Контролируются Таможнями Ни одной Страны А нескольких Наверное То есть Таким Образом Ну Это Вывезли Там Условно Из Латвии Как Одни Умные Люди Делали Какие-то Микросхемы Показали Что Огромную Сумму Денег Им Нужно Вернуть Как НДС Да При экспорте Товара Ну и Вот Таким Образом Осуществили Какую-то Сделку Ну Грубо Говоря Пытались Обмануть Латвийское Государство Там Взыскать С него Налоги Но Здесь То Вся Цепочка Что Получается Что Люди Которые Вот Ну Смотрят В эти документы Смотрят В книгу Видят фигу Да не Вы знаете Я не знаю Что они там Видят В деталях Но Они их не смотрят Вот что важно Понимаете Они Мы же Об этом и говорим Если ты Смотришь В документ Или В документы Где все Подробно Изложено Вы абсолютно Правы Это Огромные Достаточно Значительные Массивы Товарно-транспортных Документов Таможенных Деклараций Реестров Договоров Контрактов Счетов И все это Многое В оригиналах Многие В заверенных Копиях И так далее Для всех Уже Кто бы Посмотрел Эти документы Очевидно Все Вы правильно Привели пример Опять же Для правоохранителей Если они Профессионалы Я на это Надеюсь Когда речь идет Допустим Об экономических Преступлениях Им тоже Сразу Все это Видно Когда Где-то Украден НДС Где-то Контрабанда Где-то Какие-то Акцизы Похищены Идет Манипуляция Кодами Это Сразу Все Видно А Здесь Вы меня Извините О чем Можно Говорить В конечном Итоге Надо Говорить О следующем Должны Быть Какие-то Сроки Это Раз Какие-то Границы Того Когда Вы говорите А нам Этого Недостаточно Ну С таким Успехом Я могу Посмотреть Значит За окно И сказать Вы знаете Вроде бы Тепло Но мне Этого Недостаточно Понять Что Это Лето А вот Деревья Зеленые Недостаточно Небо Голубое Может быть Но недостаточно И вот Этих Границ Нет То есть Нет Сделка Она Ищерпана Понимаете Есть По сделке Есть договор Есть дополнение Есть счет Пошла Получены деньги Пошла Отгрузка Пошел Реестр Вагонов Железнодорожные Накладные Таможенные Декларации Эти Декларации То есть Эти накладные Они На пересечении Границ Отмечаются Штампами Пограмм Переходом И так далее Копии Этих документов Есть Допустим Есть у грузоотправителя У страны Отправления У грузополучателя Да Наш товар Шел в Украину В общем-то Там тоже Идут непростые Процессы Но Если у вас Что-то затягивается Вы нас Попросите Мы поможем Есть допустим Станция Страна отправления Там же тоже Поможены Там же тоже То есть Можно Как говорится Стречными Вот этими Движениями Векторами Быстро проверить Что и как Ключевое слово Быстро Потому что Вы Заморозили Средства Латвийской Компании Средства Не работают Как следствие Существенно Ограничены Поступления Налоговые Поступления В бюджет Латвийского Государства Более того Я вам скажу Что мы Прекратили Деятельность Связанную С латвийской Нашей компанией По одной Простой причине Это не обида Это не поза Это не Какая-то Знаете Там Выпад Ах мы так А мы так Нет Происходящее Это противопоказание К ведению Бизнеса Сегодня Вы Заморозили Наши средства Извините Меня Четвертый год Даже документы Не читаете Или просите Нас перевести Ящик документов На латышский язык А завтра Вы придете И скажете А вот наша Деятельность Вот в этом Аспекте Нам не нравится Ваша деятельность В этом аспекте И будете нам Говорить Что наши Исчерпывающие Материалы Недостаточны Как мне объяснить Как нам Объяснить вам Тогда Очевидные вещи Рамок нет Сроков нет Ответственных За происходящее Нет Как я понимаю Персональной Ответственности За происходящее Нет Есть некая Мифическая Коллективная Ответственность Ну и все Всем все нравится У нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Добрый день Это понятно Что произошел Финансовый Криминал И единственное Такое Создается Впечатление Что специальный Судебный Процесс Затягивается Для того Чтобы вы Не подали Судебный Иск В международный Суд Да Спасибо вам За ваш Комментарий Но мне кажется Даже и судебного Процесса Нет как такового Даже Никакого статуса Не предъявлено Вам ничего За эти четыре года Так это не только У нас Понимаете Это же Я конечно Не у полномочий Как говорится Отвечать И как говорится Говорить что-то За других Но вы посмотрите На ситуацию Мы же начали С чего Физическим лицам Только-только Начинают Что-то Возвращать То есть Простите меня Что Еще раз Проблема Проверить Происхождение Средств У физического Лица Ну это вообще Элементарщина Простите Если это Занимает Три с половиной Года То что делать С юридическими Да Еще звонок есть Добрый день Говорите Сейчас Секундочку Евгений Да Добрый день Говорите Независимость Латвии Только на бумаге Вот смотрите Сказала Европа Не делайте Сахар Под козырек Ликвидировали Промышленность Еще там Многие Какие-то Промышленные Предприятия Ликвидировали Сейчас Америке Наш банк Не понравился Сказали Нет Не надо Вам этого Банка Все Под козырек Ликвидировали А то Иногда Наши Вообще Еще бегут Впереди Паровоза Спасибо Спасибо Ну знаете Да Кстати Средства Вкладчиков АБЛВ Ну те Которые По закону Должны были В размере До 100 тысяч Евро Так сказать Выплатить Или там Перевести В другую банку Ушли В американский Банк Цитаделы Ну понимаете Тут даже Не просматривается Какого-то Корыстного Мотива Потому что Ну было бы Наверное Логично Чтобы все Деньги Которые Были Заморожены В БЛВ До Конца Программа Осталось Несколько Минут Я бы Хотела Евгений Ваш Комментарий Попросить О том Как В других Странах Прибалтики Ваша Компания Работает У вас И в Литве Есть Инфраструктура И вот В Эстонии Вы начали Работать Как вы Видите Вот Разницу В отношении К инвесторам Между Вот этими Тремя Странами Прибалтики Она Существует И причем Это знаете Это не на уровне Флюид А на конкретных Глаголах Существительных И действиях Например Приду вам Простой пример Наша Литовская Компания Одноименная Осуществляет Значит Мелкоавтовую Торговлю Нефтепродуктами На рынки Европы Импортируя Эти продукты Через собственную Инфраструктуру В Литве Через свой Терминал В Литве Значит Товары Приходят В Литву Перегружаются И уже мелким Оптом Распределяются По европейскому Рынку В Польше И так далее Одним из продуктов Является Базовое масло Базовое масло Является Активным Продуктом Как на территории Литвы Так и Латвии Тоже Перемещая данный продукт На Своим потребителям В Польшу Мы обязаны Мы вынуждены Значит Значит Платить Акцизное обеспечение В размере Ну Я прошу прощения Занимаются Финансисты По-моему 345 Евро С литра Ого Могу ошибаться По поводу цифры Но Я имею Не порядками А там Буквально Значит Раньше До ковидного Время Процесс Данного Акциза Занимал Около Двух Месяцев То есть Литовская Налоговая Получала информацию От польской Налоговой Что наши Базовые масла Поступили К потребителю Они взяли Под собственный Контроль Данный Акцизный товар Все Литовцы Литовцы Нам возвращали Примерно До двух Месяцев Это Акцизное Обеспечение Да Это Серьезная Нагрузка На бизнес Да Но Бизнесы Сегодня Непростые Мы Порой Не можем Выбирать Вы знаете Здесь Хочу Здесь Не хочу Не такова Сегодня Палитра Бизнес Пространство Чтобы Выбирать Особо Это Наша Профильная Программа И мы Давно С ней Работаем Что Поделать Так Вот Начался Ковид Началась Серьезная Нагрузка На бизнес Мы Никого Ни о чем Просили Не Просили Но Каким Приятным Сюрпризом Стало Для нас Что Вот Эти Акцизное Обеспечение Стали Возвращаться К нам В течение Двух Недель Понимаете Да То есть Литва Видя Ту нагрузку Которую Несет Бизнес Они Поддерживают Компании Которые В данное Непростое Время Работают Не просят Пособий Не просят Помощи Это я не говорю О том Что тот Попросит Помощь Они там Какие-то Неумеющие Нет У каждого Свой бизнес И есть бизнес По которым Серьезно Ударила Эта Ситуация Мы Как бы В этой Ситуации Не так Плачевно Выглядим Как многие Наши Коллеги Так вот Они Поддерживают Нас Таким Образом Чтобы Наши Оборотные Средства Не висели У них По два Месяца Что делает Латвия Наши Оборотные Средства Латвийской Компании 54-й год Да Вот Это Простой Ключивый Пример Вот И Пояснение О Привлечении Международных Инвестиций Ну в общем Одним Словом Исходя Из Вышесказанного И услышанного Мы можем Сделать Вывод Что Ну Ну Мягко Говоря В Латвийских Государственных Структурах Одна Рука Не знает Что делает Другая То есть Одной Рукой Бизнес Душат А другой Зазывают Приходите К нам Открывайте У нас Предприятие Там Выбирать Латвию Как Резиденцию Ну К сожалению Вот Такое Раздвоение Это Как бы В медицинской Практике Называется Шизофрении Хочется Очень Пожелать Евгении Чтобы Все-таки Этот Шизофренический Процесс В отношении Вашей Компании Закончился Чтобы Вам Вернули Средства Но Можно Предположить Что Может быть В тех Объемах Которых Петрахим Интернешнл Карьерс Работала Раньше В Латвии И платила Налоги Вы Свою Деятельность Уже Не Восстановите В нашей Стране Это вопрос Я предполагаю Да или нет Ответьте Коротко На самом деле Понимаете Это же Опять же Не вопрос Как Вам Сказать Предпочтений Это же Женщину Любит В таком Формате А здесь Вопрос Бизнеса Мы Рискуем Своими Собственными Средствами Мы Рискуем Своей Ответственностью Перед Страной Где Не то что Рискуем Мы Несем Ответственность Перед Страной Резидентом Которой Компания Является И самое Главное Мы же Собственно Говоря Понимаем Что Это Естественный Процесс Знаете Бизнес Это Естественный Процесс Трава Растет Там Где Есть Почва Трава Растет На Асфальте Вопреки Бывает Там Где-то Пробивается Через Что-то Да Да И Сво THOM Нам Асфальт Асфальт И Говорят А вот Все-таки Можете Попробовать Да Здесь Что-то Это Вряд ли Хорошо У нас сегодня в программе подоплека был Евгений Боровский, руководитель компании «Петрахим Интернешнл Карьерс», который, к сожалению, до сих пор не может выручить свои средства из АБЛВ банка. И, к сожалению, следствие ведется весьма вяло, конкретных ответов на свои вопросы компания не получает, и, к сожалению, это очень плохой сигнал для бизнеса, и в особенности то, что эта компания, как латвийский налоговый резидент, существенно сократила свои платы в латвийский бюджет, сократила свою активность в Латвии и перевела ее в другие страны. И, наверное, ответственным людям стоило бы задуматься о такой ситуации и все-таки предпринять какие-то меры для того, чтобы ее разрешить в максимально короткие сроки. Спасибо, Евгений, за участие, спасибо радиослушателям за звонки, много звонков не все мы приняли, но надеюсь, что в следующих программах мы тоже будем с вами общаться. Уважаемый радиослушатель, программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго.